Привет, друзья! Меня зовут Вера, вы на канале Вера Пек, и сегодня я расскажу вам о нашем самом любимом журнале, и вообще о журнале, который я считаю самым удачным для детей 3-5 лет. Конечно, современный рынок детской периодики не сравнить с нашим детством, это 90-е, когда у нас были только веселые картинки, мурзилка, и уже потом, ближе к 2000-м, стали появляться разные другие детские журналы. Сейчас огромное количество детских журналов на любой вкус, цвет и кошелек. Но мы покупали разные, и подороже, и подешевле, и посвященные каким-то мультфильмам, и просто развивающие. И пока мы остановились на журнале Понимашка, сейчас расскажу почему. Большую часть журналов я отмела по той простой причине, что для меня важна эстетическая сторона вопроса, и когда открываешь журналы, там все оляпиство, угловата, наполнено чопорными иллюстрациями, ну и тем более какими-то не очень интересными, ну или тривиальными заданиями, конечно, я стараюсь такие вещи ребенку не покупать. А таких журналов, к сожалению, большинство. Опять-таки, я не могу сказать, что в Понимашке иллюстрации моей мечты, и тут идеальные картинки, которые полностью удовлетворяют моим эстетическим каким-то требованиям. Но из того многообразия, которое мы имеем, все-таки это, на мой взгляд, самый удачный вариант. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что заявлено, что это журнал для деток 3-7 лет, но я считаю, что 7 лет все-таки поздновато. Здесь есть задания для деток на этот возраст, но все-таки их меньшая часть, может быть, 1-2, и ребенку попросту будет скучно. Я бы сказала, что этот журнал для детей 3-5, ну максимум 6 лет. То у нас сейчас идеальный возраст 4 года, когда ребенок решает большинство заданий самостоятельно в этом журнале, и помощь родителей ему нужна только для того, чтобы прочитать задания и прочитать какие-то присутствующие в журнале истории, комиксы и так далее. Называется журнал «Понимашка» и это название на самом деле двусмысленное, поскольку с одной стороны это, как вы понимаете, от слова «понимать», и с другой стороны главный персонаж журнала это пони, которую зовут Машка, ну и отсюда название «Понимашка». То есть достаточно тоже интересная такая идея. В каждом номере к главному персонажу «Понимашки» присоединяется какой-то герой. Как правило, тип и характер героя связан с основной темой журнала. Вот, например, в номере про Санкт-Петербург, это последний номер, который мы приобрели, пока свежий еще не вышел, в соведущем «Понимашке» на протяжении всего журнала является «Чижик-пыжик». Сейчас я покажу каждый журнал внутри, у меня сегодня здесь 3 номера, но это одни из последних номеров, апрель-май 2017 года. Всего мы успели купить уже 5 номеров, оформили подписку на июнь, но все же по моему опыту подписчика на другие издания, лучше все-таки покупать журналы в розницу, если есть возможность, так как, во-первых, вы будете получать их в срок, а во-вторых, покупку журнала можно сделать своеобразным ритуалом, чтобы ребенок покупал журнал самостоятельно. Детям 3-5 лет это, как правило, очень интересно, очень нравится, ну и плюс все-таки приобщается ребенок к обществу и осваивает новый для себя навык. Каждый номер здесь тематический, то есть вот сегодня я покажу 3 номера, это номер «Коллекционер», где рассказывается про разные коллекции, все, что с этим связано, на «Фабрике мороженого» и про город Санкт-Петербург. Ну, в принципе, по этим трем журналам вполне можно сделать вывод о том, какого рода задания в журнале встречаются и как вообще он устроен. С первой страницы нас встречают главные персонажи номера и затем идет перечень навыков, которые развивает ребенок, занимаясь этим журналом. В каждом номере есть задания на счет, то есть в данном случае номер посвящен коллекционированию, коллекциям, и «Понимашка» со своей соведущей обсуждают различные коллекции на протяжении всего журнала. То есть здесь нужно посчитать, сколько маяков в коллекции «Понимашки», вписать ответ в квадратик специально для этого отведенный, ну, также отметить большой и маленький, самый большой и самый маленький маяк. Далее, что коллекционируют эти ребята? Соедини каждого с его коллекцией. То есть по каким-то особенностям, по каким-то характерным признакам ребенок должен понять, что это девочка, например, у нее все в бабочках, она сама как бабочка, то есть, скорее всего, она коллекционирует бабочек. Мальчик-спортсмен коллекционирует кеды. Далее предлагается интересный лабиринт, по сути, это три в одном, то есть ребенок должен выбрать, какую коллекцию он будет собирать, машинки, игрушки, мишки точнее, или мечи. И таким образом он проходит лабиринт, выбирая только те предметы, которые будут соответствовать его коллекции. Ну и, соответственно, опять же, эти все предметы считаются. Дальше немножко теории. Как собирать коллекцию? Рассказывается, что можно коллекционировать, должен ли быть порядок в коллекциях. Коротко о том, что коллекция – это повод узнавать что-то новое, то есть это развитие кругозора. И далее интересное задание тоже в стиле лабиринта с названиями коллекционирования, то есть как называются люди, которые коллекционируют монеты, марки, часы, колокольчики, магниты и так далее. У нас, кстати, ребенок достаточно быстро выучил названия каких-то коллекций, вот благодаря этому заданию. И, если честно, мне сложно пока представить, когда мы бы вернулись к этой теме, если бы не журнал «Понимашка», и в каком возрасте, и когда бы это было, и при каких обстоятельствах. Потому что, ну, все-таки тема достаточно узкая, при этом очень интересная. Далее почти в каждом номере предлагается задание, что-то типа раскраски. Ну, не просто раскраски, а раскраски с подвохом. Например, здесь, так как мы говорим о коллекциях, предлагается коллекция фантиков, и дается образец. То есть дается три цвета, и ребенку предлагается раскрасить все остальные фантики, используя только эти три цвета, но так, чтобы фантики не повторялись, чтобы все они были разные. То есть это тоже нужно подумать, комбинаций может быть всего лишь шесть, и вот представлено здесь, соответственно, шесть фантиков. Но у нас ребенок решил, что все эти фантики – это флаги, и раскрасил их в стиле разных флагов. В каждом номере также есть их. И, по-моему, они все Евгении Масленниковой. Мне очень нравится стиль. Затем ребусы, задание на внимание. Что-то типа японского кроссворда, но в упрощенном варианте здесь нужно повторить рисунки на пустых полях. Опять же, главный наш герой, понимашка, и гость. Интересный факт о коллекциях. Я, например, с удивлением узнала, что есть человек, который даже коллекционирует снежки. Еще одно задание. На логику одной линии нужно отделить коллекцию Янки, это обезьянка, гость, и коллекцию Понимашки. Ну, соответственно, Маяки от Фантик. Тоже одно из моих любимых заданий. На каждой картинке здесь есть деталь, которой нет на трех других картинках. То есть это не просто найди отличие, а нужно найти именно какую-то особенность, которой нет на остальных. Ну, например, здесь есть конфета, на трех остальных этой конфеты нет. Здесь шесть коробок, а на остальных на всех картинках пять. Ну, в общем, такие нюансы интересные. Далее комикс смешной, который мы перечитываем 150 тысяч раз. Здесь, опять-таки, нужно дорисовать детали, которых не хватает. Тоже интересное задание. Мальчик и девочка предлагаются. У них есть коллекции монет, и у того и другого мальчика есть повторные монеты. Ей дается вопрос, какими монетами могут поменяться мальчик и девочка, чтобы экземпляры в их коллекциях не повторялись. То есть ребенок ищет повторные монеты в каждой коллекции и предлагает обмен, грубо говоря. То есть тоже здесь нужно подумать, размыслить и логически, и внимательность тоже нужна. Ну, здесь определить координаты каждой картинки по образцу. Здесь мы... Ну, пока это сложновато для все-таки четырех лет. Вот. Так, дальше. Нарисуй путь понимашки к маяку, ориентируясь по схеме. Раскрась новый маяк понимашки. То есть вот дается схема, как ребенок должен передвигаться и указывает, какой маяк в итоге является любимым маяком понимашки. Тоже четырех летка вполне справляется. Сколько разных коллекций на этой картинке? Впиши ответ квадратик. Ну, с этим Тема не справился, потому что он даже не смог отличить, например, книжку от марки. Но опять-таки это в силу возраста и в силу того, что иллюстрации здесь не так, чтобы понятны. Перед тобой четыре разных коллекции. Каждую из них можно назвать одним словом. Напиши это слово. Писать мы не писали, но проговорили. Игрушки, обувь, посуда, мебель. Тоже по возрасту. Дорисуй монеты так, чтобы в каждом кошельке был одинаковый набор. Тут идет, соответственно, пять монет предлагается. Один, два, три, пять, десять. И ребенок дописывает. Находим в коллекции лишний предмет. Это компас среди часов. Далее идет информация о конкурсе. Обязательный атрибут каждого номера зарядка. Реклама, куда без нее. Ставь фрагменты картинки на свои места. Анонс нового номера. Ответы. И письмо в редакцию. Ну и тоже опять-таки реклама, информация подписка. То есть вот такой вот журнал. На мой взгляд, он здорово охватывает тему коллекций для возраста трех-пяти лет. То есть это не какие-то энциклопедические знания. Но при этом это не поверхностная банальщина. То есть достаточно все интересно сделано. Всполнение журнала все-таки оно превосходит оформление. То есть здесь настолько классное задание, что оформление отходит на второй план. Следующий номер это журнал на фабрике мороженого. Здесь тоже лабиринты. Найди детали на картинке. Найди лишние. Как делается мороженое. Стишок. Ребусы. Стишков здесь в этом номере, по-моему, даже два. Опять-таки раскрасить нужно тремя цветами. Каждый из которых не должны повторяться. Лепим с понимашкой. Опять что-то типа японского кроссворда. Интересные факты. Найди буквы. Здесь нужно найти на картинке пять пар друзей. Игрушечную машинку-бабочку. Рассмотри картинки, найди отличия. И составь по этим почти одинаковым картинкам разные истории. Но опять-таки нужно подумать и поговорить. Что находится на первой картинке в каждом ряду, выбери правильный вариант справа. Здесь домино. Кстати, в каждом номере есть домино, настольная игра, какие-то карточки. Ну, естественно, это все на такой бумаге, надо это все клеить на картон, но тем не менее. Найди раскрасить детали. Домашнее мороженое рецепт. Здесь опять-таки задание интересное. Какое мороженое кто приготовил, исходя из условия. Лабиринт в виде мороженого. Зарядка с понимашкой. Конкурс. Еще один стих про День Победы, потому что номер вышел к 9 мая. Анонс. Ответы и письмо в редакцию. Ну и последний номер, который я сегодня покажу в Санкт-Петербурге. Здесь, как я уже рассказывала, Чижик-Пыжик нас встречает. Нужно угадать, чья монетка попадет на Чижика-Пыжика. Далее нужно найти все цифры на картинке и вписать их от самой большой до самой маленькой. И так ты узнаешь, сколько лет исполняется городу в этом году. Сегодня, кстати, 27 мая, день рождения нашего любимого города. Раскрасть картинку, узнаешь имя императора. Учимся рисовать Петра Первого. Опять же, на каждой картинке есть деталь, которой нет, например, у других. Преврати понимашку в Петра Первого. Это аппликация. Найдем 5 отличий. Канал Грибоедова. Разгадать картинки нужно. Интересные факты. Ребусы. Вот это задание мне тоже очень понравилось. Нужно догадаться, какую фотографию какой турист сделал. То есть ребята стоят в разных ракурсах. И ребенок должен подумать, с какого ракурса, какую фотографию кто сделал. Ну, на мой взгляд, это очень интересно и развивающе. Сколько на картинке котов пишет ее в квадратик. Помоги понимашке дойти до острова по сведенному мостам. Игра. Лепим чижика-пыжика. Это задание на логику и математику нужно. Тут целая задача придумана. Я сейчас увеличу, кому интересно. Можете поставить на паузу, прочитать. Тут надо думать. Затем трафаретики предлагаются, чтобы сделать красивые вот такие вот иллюстрации любимого города. Немножко искусства. Лабиринт. Помоги коту пройти по музею, не наткнувшись на сотрудника. Стих про Санкт-Петербург. Опять же, Евгений Масленниковой. Здесь мы ищем два одинаковых катера. Раскрашиваем герб города. А здесь нужно найти два речных якоря, якори четырех лапых. Вставляем фрагменты на свои места. Ну и опять-таки анонс нового номера. Ответы и письмо в редакцию. На сегодня это все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите в комментариях, какие детские журналы самые любимые у вас, чтобы вы могли посоветовать. И оберегите себя, свою семью и читайте хорошие книги.